Всем привет! Меня зовут Светлана и вы на канале Худеющий Повар. Ну что, мои хорошие, сейчас 7 часов утра, я собираюсь на работку. Вышла с вами, хотела поздороваться, потому что вчера опять ничего не получилось поснимать. Вот у нас сейчас за окном дождь, а это значит, будет не так жарко. Сегодня понедельник, и я все-таки надеюсь, что сегодня не будет столько людей, сколько их было на пятницу, субботу, воскресенье, я прям пришла в такую школу жизни. Я не люблю, в принципе, на работе сидеть и ждать выхода на твой час, но и в такой беготне, конечно, очень-очень сложно. К тому же, как бы, одно дело работать, когда ты все знаешь, а другое дело, когда все новое и все в суете бегают, тебе нужно помочь, а ты много чего сам не знаешь. Ну, знаете, мне очень быстро все умолчилось, большинство, не всего, конечно, и уже, конечно же, могу помочь. Вот такие вот дела. Я вчера сделала такой флешмоб, не знаю, как никакой флешмоб, так, чтобы мне написали, откуда меня смотрят, с каких городов, с каких стран. Мне было безумно интересно, безумно-безумно приятно, что действительно во всем мире очень-очень много городов, стран, из которых меня смотрят. Поэтому всем-всем-всем большой привет. Огромное спасибо, что откликнулись, что нашли время и обязательно мне написали комментарии. Мне было очень приятно. Так что я благодарю всех за поддержку. Оставайтесь со мной. Совсем скоро все у меня наладится. Я выйду в этот режим. Я, скорее всего, что где-то через день 10 выйду уже на свою работу. И тогда я буду уже снимать гораздо больше. Так что оставайтесь со мной. Не теряйте меня. Не выбрасывайте меня из своих списков любимых блогеров и каналов. Все наладится. Я вам это обещаю. И совсем скоро мы будем с вами, как и раньше, проводить времена. Стримы буду делать обязательно. Поэтому набираемся терпением и ждем. Сейчас пойду еще кофе выпью и тогда мы будем справляться. Еще тишина, все спят, все спят. А мы с вами ходим вроде. Нет, на самом деле я уже выспалась. Действительно выспалась. Успомогу, голову высушила. Вот этот какой вырос. Уже босой. Босой собак. Собака босой. Ну, ты верится. Красавчик. Ты красавчик. Такую маленькую хочу. Маленькую. Хорошенькую. Ты хорошенькую. Правда? Не мозги. Неужели я добралась домой? Сейчас посмотрим. Как меня будут встречать? Мои пацаны. Кто там лавкает? Кто там лавкает? Кто прыгал? Где ты? Где ты? Где ты, Миланчик? Ой, что у вас тут все валяется? Тряпки какие-то. Маха, как ваши дела? Ой, так красавчик. Ты подстригся. Дайте ловоть маму. Соскучились? Да? Можно завтра в Сочи поехать? Зачем? Можно? Разберемся сейчас. Миланушка. Ну, что ты маму дождался и воду сразу пить? Ну, что, мои хорошие. Вот я и дома. Я уже искупалась. Сейчас Мишель мне сделает массаж. У меня вот такая вот мазючка есть. Для ножичек для моих. Фастунгель. Вот. Сделает массажик. Мы полежим, поговорим. Он мне там что-то хочет рассказать. Опять уже в Сочи собрался. Так что сейчас буду выслушивать. И еще какие-то у него там что-то вам не хотела рассказать, сынок? Какие упражнения на ноги он придумал все? Потому что, да, у него тоже есть лишний вес. Так, он себе придумал это и решил, что это правда. Да, сынок? Только на ногах лишний вес. Только на ногах лишний вес. А у меня пресс видно, между прочим. Понятно, у него виден пресс, но у него лишние килограммы на ногах. Так что, все, сейчас полчасика буквально мы полежим. Поболтаем и буду отдыхать. Потому что завтра утром уезжаю опять на работу. И опять на два дня. Вот, да, у меня, наверное, через два дня уже будет выходной. Так что, я поеду на море. Я вот думала, думала, как же я его проведу? Я поеду на море. Но буду лежать и просто кайфовать. Ничего, ничем заниматься не буду. Да? Миланчик обрадовался. Так что, все, мои хорошие. Завтра обязательно сниму, что буду готовить. Я хочу сделать фитнес-батончики. Я уже договорилась на работе. Можно ли их выпечь на работе? И мне разрешили. Так что, замешают уже дома. И поеду на работе, выпеку их. Вот. Завтра моя подруга выходная. Мне будет очень-очень сложно. Потому что я по-прежнему очень многого не знаю на этой кухне. Потому что кухня новая. Кухня очень-очень большая. Ну, в плане меню. Меню просто огромное. Все очень сложно. Но все очень-очень интересно. Поэтому, я думаю, завтра меня... Ну, не оставят они меня в беде. И обязательно кто-то, да, поможет. Вот. Ну что? Кто-то тут сильно бросится к маме. Что мы сладенькие? Что моя мышечка? Что мой сладкий? Все. Будем отдыхать. Завтра уже доснимаемся, да? Все. Всем спокойной ночи, скажи, да? Всем привет. Да, вот такая лохматая. Я проснулась. Сейчас быстренько пью кофе и уезжаю. Я посмотрела по продуктам. У него еще все есть. Так что мне готовить ничего не надо. В любом случае продукты я закупила. И он, в принципе, если захочет, он приготовит сам. Так что я сегодня немножечко выспалась. Не вставала ни в пять, ни в шесть. А встала в семь часов утра. И это здорово. Так что сейчас пью чайочек, кофеечек. Быстренько выкидываю одну стирку. Вторую загружаю. Собираю сумку. И вперед. Через два дня увидимся уже на этой кухне. И будем готовить, готовить, готовить. Поедем на море. Может быть, в лес. Не знаю. Постараюсь, конечно, попросить два выходных. Ну, что один. Действительно, один день. Это надо убить его дома, чтобы поубирать, чтобы навести порядок. А второй день, чтобы отдохнуть. Ну, не знаю, что у меня из этого получится. Но, по крайней мере, я его попрошу. Так что вот так вот. Я очень надеюсь, что совсем скоро откроют мое новое заведение. Для вас новое. Для кого-то, кто смотрел меня с самого начала, оно тоже новое. И я буду, буду там снимать. Буду, буду, буду там снимать. Буду, буду, буду там снимать. Там попроще. Там очень маленькая кухонька. Там очень маленький персонал. И там будет гораздо, гораздо проще мне все это делать. Так что вот так. Набираемся терпения. Я набираюсь сил. Я надеюсь, что большинство из вас уже тоже вышли на работу. И все у вас налаживается. Так что все. Пока-пока. Субтитры создал DimaTorzok Продолжение следует...